Здравствуйте! В современном мире с его постоянной суетой и спешкой создается все меньше вещей, которые представляют собой настоящую ценность. Вещей, не подвластных безжалостной девальвации с течением времени. То же и с автомобилями. Вроде ждешь новинку, восхищаешься ей на презентации, а потом, встретив на дороге, даже как-то сразу и не обращаешь на нее внимания. И приятно, что на фоне такой основной массы разочарования есть автомобили, которые уж вряд ли кого-то оставят равнодушным и вне зависимости от года на календаре всегда будут привлекать к себе внимание. Возможно, я несколько увлекся, но в сегодняшней программе «Наши тесты» мы поговорим как раз о таком автомобиле. Знакомьтесь, новое поколение седана Lexus IS. Разумеется, дизайн дело субъективное, но когда речь идет об автомобиле с таким дерзким внешним видом, то при любом раскладе автолюбители разделятся на два лагеря. На тех, кого новинка приведет в восторг, и тех, кому вообще не понравится дизайн нового Lexus. В любом случае японцев можно похвалить, ведь на прошлогоднем парижском мотор-шоу был представлен концепт LF-CC, многие дизайнерские решения с которого нашли свое отражение на новом поколении седана IS. Бывает так, что интересные дизайнерские решения красивых концепт-каров не находят себе применения в процессе производства серийных моделей. А вот глядя на новое поколение седана IS и парижский концепт LF-CC, понимаешь, что так бывает не всегда. И действительно, концептуальные штрихи, нанесенные дизайнером на бумаге, могут воплотиться в реальную жизнь. Так что неудивительно, что новый IS получился ярким и выигрышно выделяется из общей массы автомобилей в потоке. Причем некоторые породистые черты в дизайне этой модели сохранились в полной мере. Например, фирменная решетка радиатора, напоминающая веретено, благодаря которой брендовый код считывается мгновенно. Если смотреть на IS сбоку, то сразу обращаешь внимание на смелую линию, которая проходит под дверными панелями и как бы пересекает задние фонари. Такое решение явно добавляет седану стремительности. Само собой, не только на фантазиях дизайнеров создаются новые автомобили. Есть еще и инженеры с холодным расчетом, которые пытаются улучшить новое поколение по всем возможным пунктам. И одной из приоритетных задач является улучшение автомобиля по части комфорта для водителя и пассажиров, а также вместимости его салона и багажника. Поэтому ничуть не удивительно, что новое поколение седана по отношению к предшественнику стало больше. Причем произошло это по основным физическим параметрам. В длину автомобиль прибавил целых 80 мм, в ширину 10, а в высоту 5. Колесная база стала больше еще на 70 мм. Под крышкой багажника полезного объема для перевозки вещей стало больше. Теперь это либо 450 литров, либо 480 в зависимости от модификации. Но вряд ли владельцы этого автомобиля когда-нибудь воспользуются всем потенциалом багажного отделения. Скорее всего здесь будут возить пакеты из супермаркета, сумку для спортзала, клюшки для гольфа, или же горные лыжи, которые сюда поместятся, ведь спинки заднего дивана складываются в пропорции 60 к 40. Раньше такой возможности не было. Так что не стоит заострять особого внимания на багажнике, пора бы переместиться в салон и посмотреть, что же интересного там. Глядя на автомобиль снаружи, на уме только ассоциации со спортом. А когда садишься внутрь, понимаешь, что дизайнеры сумели найти некий компромисс между спортивным и классическим стилями. Премиальность модели подтверждается высоким качеством материалов отделки, да и к подгонке деталей претензий быть не может. В третье поколение седана IS устанавливается и новая мультимедийная система, функционали которой разобраться оказалось совсем непросто. Система еще находится на стадии бета-тестирования, и некоторые функции пока еще работают не совсем корректно. К тому же управление требует привыкания и времени для ознакомления с руководством по эксплуатации. Проще говоря, классическим методом тыка здесь не обойтись. Но все равно чувствуется, что с таким грамотным подходом к оформлению и организации водительского сектора, мультимедийная система явно не будет слабым звеном. Так что выглядит и упакован автомобиль неплохо. Осталось дело за малым. Узнать, как он едет. Наверное, только самые внимательные зрители обратили внимание на то, что когда мы показывали вам статичные планы автомобиля, мелькали шильдики F-Sport. Это специальная комплектация, которая не только снаружи делает автомобиль похожим на космический корабль, но и в салоне тоже. Например, панель приборов, а именно тахометр и спидометр, которые при нажатии на одну единственную кнопку становятся точно такими же, как на суперкаре LFA. И это по-настоящему круто. А также для автомобилей, оснащенных этим пакетом, предусмотрены спортивные настройки рулевого управления и подвески. Да и вообще, в качестве опции можно заказать полностью адаптивную подвеску. Ну а те, кто хочет помимо спортивных ноток в оформлении иметь еще и мускулистый мотор, придется немного подождать появление горячей версии седана, который будет называться ISF. В нашем случае наоборот. Версия, которая предназначена не для спринтов с места, а для городской повседневной жизни. Ведь в нашем распоряжении первый в истории компании седан IS гибрид, технические характеристики которого поражают. Под капотом гибридная силовая установка, состоящая из бензинового 4-цилиндрового мотора объемом 2,5 литра и современного электродвигателя, укомплектованного батареями, спрятанными под полом багажника. Суммарная мощность мотора в 223 лошадиных силы, крутящий момент 300 ньютонов. Разгон до сотни с места 8,3 секунды, максимальная скорость 200 км в час. И самое главное, расход топлива в смешанном цикле по заверению производителя составляет всего 4,3 литра на 100 км в пути. Каждой последующей новинкой я не перестаю удивляться находчивости инженера, в котором удается так настраивать моторы и придумывать все новые дополнительные системы для улучшения показателя топливной эффективности. Ну ладно, можно сделать поправку на то, что в нашем распоряжении гибрид. Но у меня просто не укладывается в голове, как можно обещать, что такой большой седан будет потреблять в смешанном цикле 4,3 литра бензина на 100 км в пути. Вот, например, я проехал достаточно много, чтобы уже сделать промежуточные выводы. Но вот бортовой компьютер как бы намекает мне на то, что я не очень усердно старался сэкономить на топливе. И поэтому расход составляет чуть более 9 литров. Мне даже как-то обидно стало, ведь я еду в размеренном режиме с непродолжительными остановками для проведения съемок. Может быть, это как-то связано с тем, что я балую себя вентиляцией сидений, климат-контролем и прочими радостями жизни. Ну а что, если я вовсе поеду на всю катушку, допустимую местным австрийским законодательством? Ну, разумеется, расход пополз вверх. Но именно так можно прочувствовать потенциал автомобиля. И назвать гибридной Lexus IS 300H черепахой язык не поворачивается. Автомобиль динамично набирает скорость и при этом увереннее чувствует себя на дороге. Ну, если проводить параллель с предыдущим поколением. Отзывчивости и остроты стало заметно больше. Возросший расход остановился на отметке в 12 литров. Это немного для большого седана, с учетом того, что педаль газа часто утапливалась в пол. Конечно, и как я уже говорил, до горячей версии IS F обычным гражданским IS далеко. Но инженеры как могли пытались наполнить драйвом новое поколение и гибридную версию в частности. И у них это получилось. В комплектации F Sport такие, казалось бы, мелочи, как, например, подрулевые лепестки переключения передач и панель приборов, выполненная в стиле суперкара LFA, поднимают настроение. А дополнительная опция активного звукового контроля, которая транслирует звуки двигателя через специальный динамик в салоне, мало кого из пассажиров оставит равнодушным. Правда, это скорее ребячество, и мало кто будет в повседневной жизни эту функцию использовать. Быстро надоедает. Что касается вещей действительно полезных, и от которых напрямую зависит характер автомобиля, то здесь инженерам есть чем похвастать. Например, гибридная версия оснащается беступенчатым вариатором с электронным контролем, который, вопреки моему убеждению о мудренности такого типа трансмиссий, по ощущениям, не сильно отличается от алгоритма работы шестисупенчатого автомата, установленного на версии IS-250. Вполне возможно, что потребитель вообще не уловит разницу между этими коробками передач. Что касается управляемости и поведения на дороге, то здесь все просто. Настройки усилителя рулевого управления во многом наследованы от более старшей версии GS. Инженеры также пересмотрели переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, что позволило уменьшить трение в подвеске на 53%. При этом коэффициент сцепления с дороги увеличился на 15. Автомобиль получился отзывчивым, не валким, а само рулевое управление можно охарактеризовать как острое. Но есть вещи, которые доставляют определенный дискомфорт. Например, если на дороге появляется какая-нибудь ямка или неровность. В этот момент сразу же понимаешь, что плата за хорошую управляемость и устойчивость слишком высока для нашей страны. Автомобиль получился жестким, но это можно списать на техническую особенность комплектации ISF4. Но все же, разбитые участки и некачественное покрытие дорог обязательно будут напоминать о себе владельцу и пассажирам этого автомобиля. Кстати, интересно, каково им там на заднем диване. Разумеется, IS это автомобиль для эгоиста, но раз тут уж есть задний диван, то не за горами тот день, когда вам позвонят подвыпившие друзья и попросят вас развести по домам. И они не будут разочарованы, это точно. За счет того, что сам автомобиль стал длиннее, а спинки передних сидений тоньше, инженерам удалось добавить дополнительно 85 мм для ног пассажиров по отношению к предыдущему поколению. Так что места, как в ногах, так и над головой, полно. Что касается основных конкурентов Lexus IS, то это, разумеется, модели немецких гигантов. C-класс от Mercedes, трешка от BMW и A4 от Audi. Только сопоставить по цене новой IS с вышеперечисленными автомобилями станет возможным чуть позже, когда представительство определится с комплектациями и точным прайсом. Сегодня компетентные лица намекают лишь на то, что цена будет более чем конкурентно способной. Ну а старт продаж намечен на сентябрь этого года. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok